привет друзья подписчики моего канала просто зрители по вашим просьбам это видео и сегодня покажу как я готовлю корейскую закуску из сырой рыбы конкретно называется хе-хе-хе будет и щуки для хе годится любая рыба речная морская какая у вас есть нам сазан щука как раз за все что угодно важно чтобы рыба перед тем как вы будете готовить хе из щуки там же хе бывает из курицы и из мяса из чего угодно из печени не делают из кальмара я покажу вам свой вариант хе и щуки но вы можете приготовить для не берема щука скажем там карпа риса на будет вкусно или горбушу короче поехали друзья рыба должна быть для приготовления хе не только хе вообще тому делаете в этом строганину рыбу должна быть обязательно предварительно заморожена и если у вас невысокие морозы там холодильнике просто морозить и хотя бы дней 10 на 2 выдержать морозе потом уже готовить ее в сыром виде вариантов приготовления блюд из сырой рыбы масса я вам покажу некоторые из них и вот он будет хе-хе делать так друзья щука была килограмм на 5 видео про разделку этой щуки я снял отдельно она уже вышла на канале предыдущая будет сегодня вышла хеа позавчера вышла в разделка щитом интересно выйдите посмотрите как вы сделала чуку мерзлую заметьте очень быстро и просто для хе понадобится рыба выберем кусочки по симпатичней потому что с этой рыбы здесь на хе очень много будет и одна часть уйдет у меня для приготовления такие вкусные назовем тевтенки и щуки с грибами это будет следующий видео я любите рыбные блюда подписывайтесь на канал нажимать колокольчик ничего не пропустит для хе выберем рыбку под симпатичный ну вот скажем такие кусочки возьмем давайте уберем рыбу как видите мерзлую еще только ее разделал вот эти таблеточки пойдут на фарш для следующего ролика вот такие хорошие кусочки будем уже готовить все видите об среду с ней боковые вот эти вот реберные косточки по возможности ну как вам уж полностью среду теперь вот вин кости учат идут вот так вот в длину и многие при нарезке кослявой рыбы такой там щука сазан неважно карась не учитывать этот момент и берут и нарезают поперек рыбку а такими кусочками да она конечно бы красивее смотрится друзья но дело в том что пучок косей таких длинных вы берете разрезаете их на такие вот маленькие кусочки получается их сложно выбрать гораздо правильнее на мой взгляд кослявой рыбы резать по вдоль костей гораздо проще вытащить одну-две больших кости чем пучок маленьких суть моей мысли думаю вам понятно нарезаю я нарезаю на такие брусочки но мне так нравится вы можете как на кубики на ряда тут тоже принципе не принципиально вот здесь вот идет длинные кости потом взяли вытащили и выбрать я делаю так брусочки закидываем в тарелку и после не потихонечку размораживать так друзья смотрите брюшка у рыбы она тоненького здесь вот и она промаринуется гораздо быстрее чем этот большой кусок и там будет в нем есть особо ничь поэтому брюшка сама я вот так возьму обрежу в нем косточек нет это просто вкусняшка обмакнув кляр поджарив кляре офигенная штука всем рекомендую обрезайте брюшки делать и пляре не пожалеете жарить буду отдельно печеночки и крабы во вне рыбе и брюшки поджарю а рыбку уже вот такие более-менее равномерные кусочки будем делать из них я думаю с нарезкой все понятно итак друзья смотрите рыбка разморозилась короче друзья рыба разморозилась теперь ее нужно под готовить еще одним момент друзья рыбку когда разморозили так вот возьмите это жмите из нее по возможности всю влагу которая вышла после разморозки чтобы она была абсолютно сухой дальше берем немного сахару чтобы маринад был вкусный обязательно добавляйте сахар если используйте суток сахар как оттеняет кислотой получается более вкусный вкус немного присаливаем это мы делаем сразу на первом этапе естественно перемешиваем сейчас соль сахар выступать реакцию будет активно выделяться влага которая тут не нужно также друзья смотрите берем обычный 9 процентовый столовой уксус и добра тогда здесь допустим у меня грамм наверно 300 готового филе нарезанного значит берем три столовые ложки этого самого 9 процентового уксуса раз-три перемешка оставляем где рыбку мариноваться но это еще не все сейчас к этой рыбке мы добавим еще один где который тоже должен под мариноваться 3 начинает белеть это все так и должно быть уксус обваливать белок на поверхности рыбы и она побелеет ничего страшного так рыба уберем сторону пока нам понадобится также замариновать с этой рыбкой еще немного я всегда использую дайкон попробуйте добавить дайку дайкон ваш хер из рыбы из любой вкус был совершенно иной и попробую уверяю это знакомое блюдо выйдет на твой уровень ну нам заварить а тут не надо нам нужен кусочек сейчас я покажу друзья дайкона потребуется ну вот такой небольшой кусочек примерно третья часть от объема рыбы который мы используем дайкон нарежем сейчас также на бросочке но чуть-чуть потоньше чем рыба примерно 5 миллиметров толщиной 5 на 5 скажем тогда дайкон отлично отменяет все суши приличных странах сюда поддаются на подушки и дайкона он в корее варят рыбные супы химультан не дайкон место картошки идет закидывает дайкончик нарезанный кубиками прямоугольничка маринад к рыбе и все это дело перемешиваем сейчас дайкон также даст свой слог друзья и это дело будет мариноваться рыба дайкон соки будут выделяться смешиваться и короче вы понимаете да это будет оболниться рыбку оставляем мариноваться ну хотя бы на час с этим дайкончиком совсем остальным но пока рыба мариноваться мы сейчас подготовим все остальные овощи нам понадобится головка лука свежая морковка и все это дело нужно нарезать лук нарезаем без затей полукольцами не мечем но и не сильно крупно так сразу среди средней толщины делаем пластинки морковку точно так же нарезаем удобнее делать этого так отрезали один край и делаем нарезать морковки друзья для нарезки китайские ножи просто идеально создан очень удобная штука ими работать как удовольствие на кухне так давайте сделаем вот так вот и быстро и просто получаем соломку требуемой толщины окно этот кусочек который обрезали просто на режима так ведь все очень просто и очень быстро так друзья нарезанных соломкой морковь убираем опять в тарелочку на следующим шагом мы сейчас с вами нарежем острый перец чили берем по вкусу самого свою часть я выкину сильно остро делать сегодня не буду его нарезаем просто вместе с семенами если не хотите сильно большой сорта семена вообще убирать убираем тарелочку отдельно и чесночок расплющили и вот так он мысленько его потом сада и убираем его в перцу с нарезкой овощей также нам что понадобится зеленый лук но это в конце раздавили и опять порубали совсем-совсем кашу чеснок рубить не нужно вот это самая оптимальная нарезка самая правильная для тех кусочки чеснока попадались вам на зубок так ну все подготовка закончена так нам еще друзья понадобится взять свежемолотый кориандр добавить в ступку плюс черный горошком перец и все это дело растолочь но не совсем в труху а чтобы это была такая более-менее крупный кафра тоже это все чувствовалось во вкусе потом когда будем так вот это работа закончены ждем час рыбка про маринуется время от времени подходить ее перемешиваете чтобы маринад полностью покрывал ведь там внизу сколько соков отлично все идет как должно идти подошли перемешали там и ну здесь 15 поднимаем позанимались подошли еще раз перемешали все через часик мы к этому делу вернем так скажу вам такие запахи тут уже просто обалденный сочетание этого маринованные редьки рыбки вкусно получается итак друзья продолжаем прошло часа полтора рыбка замариновалась довольно таки много вышло жидкости с не видите тут сок дайкона жидкость рыбы вышла вот эту жижу но надо слить и рыбку хорошенько отжать просто рукой взять и вы же отлично избавляемся от лишней жидкости короче все это дело сливаем и хорошенько отжимаем затем берем глубокую миску просто чтобы нам было дали в дальнейшем удобнее это все размешать и чему отжали и все сюда дайкон редька размягчилась но все еще хрустящий далее друзья переходим к плите берем сковороду нагреваем нагретую сковороду наливаем немного для начала вот буквально пару ложек растительного масла и хорошо нагрето маски пассеруем сначала лук быстренько нам не нужно его зажаривать а просто спассировать чтобы он стал такой прозрачный насильно в огне это быстренько все обжариваем и морковь нарезана соломкой все это делается на сильном огне чтобы максимально быстро просто слегка подрумянит так сказать овощи друзья я хочу к овощичкам добавить немного такой пасты кто-то может помнить кто смотрит видео майка на канале знаешь и когда делал щуку и делал ароматное масло и у меня осталось выжимки из этого масла вот сейчас самое время их использовать смотрите все лук пассива ковка пассировано на сильном огне выключаем жар добавляем ложку вкусной ароматной она острая такая с перчиком мунжутом пасты перемешиваем все это дело запах пошел и сразу поменялся цвет обратите внимание у овощей как это просто делается друзья это пособ больше побочные продукты вы получили при приготовлении ароматного массового видео ссылочку оставлю в первом закупленном комментарии на щуку и мужнего посола в этом масле дело и там бы подобно все так показано и рассказывать делать это масса посмотрите кому интересно получается отличная заправка приправа рыбным блюдом субам но их салата все все оставляем сковороде лук остывать сейчас у маленько дойдет уже потихоньку сам по себе и размещится будет то что нужно нам угла на раскрыть запах аромат собственно часу и происходит так друзья давайте дальше опять вернемся к нашей рыбе пока лук остывает так смотрите рыба в миску положить побольше специально берем черный молотый перец кориандр высыпаем вот таким образом горочкой все это дело на нашу рыбку далее возьмем друзья очень важен ингредиент в любом хе это конечно же перец у меня красный хлопьями кочегару но если у вас такого нету возьмите обычный красный молотый перец но желательно чтобы он был тоже хлопьями не совсем пыль хорошо побывает у меня вот такой этим какой прям семенами и он очень ароматный на возьмем две ложки чтоб цвет красивый ухебу перец высыпаем горкой следующий шаг это порезанный раздавленные порубленный чеснок и перец красный жгучий высыпаем его также горкой на сухой перец вот таким образом дальше возьмем подостывшие овощички которые мы с вами уже подготовили они еще горячие поэтому отодвинем рыбу чуть-чуть сторону добавляем рыбе вот так в сторону сейчас друзья обязательно палатским сковороду чтобы маленький кусочек идет от морковки от лука они не горели у нас когда будем разгрывать массу и наливаем грамм 50 растительного массу для того чтобы хорошо разогреть так сказать до первого дыма как начнет дымить будет овощички пассированные лучок чесночок все это классно сейчас вот такой важный момент будет будем заливать это горячим маслом многие его пропускают а зря многие на на пробовали наверняка сашими лосось маленько пришпаренной газовой горелкой когда рыба немного сверху ошпарена чем-то горячим маслом или открытым огнем она по-другому открывает свой вкус становится более таким интересным насыщенным вкусом получается у меня сейчас я покажу все друзья смотрите масло раскалил до первого дыма и теперь быстренько переходим опять к миске с нашим хе и смотрите дадим раскаленный масло масло раскаленное выливаем на чеснок и на перец не сразу а как бы постепенно чтобы чеснок увидите он не знаю на камеру будет видно но когда будет дома делать попробовать она белеет аж и запахи раскрываются просто вообще в другом каком-то измерении получается все это намного вкуснее чем просто не бойтесь рыба не сварится ничего с ней не будет но все это будет очень круто достаточно перемешиваем все это дело это все пахнет друзья рыба у нас уже принципе она сварилась а в кислоте в уксусе просто мы задали немного более другие вкусовые параметры сейчас отдав ее раскаленным этим маслом можно сюда добавлять все друзья тертую сырую картошку вот так вот вообще все прям грамм 30 на 40 массами 50 на даже на давать на такой объем они чё это очень вкусно так друзья все остался последний штришок это добавить в нашем ухе ложечку 30 уксуса если вы сделали все как я то попробовав рыбу поймете что уксус сначала был как бы отдал рыба обварил сверху но потом он распределился по всей рыбе и рыба потеряла свою кислоту и там практически не чувствуется очень мало добавляем ложку лица уксуса можете простого добавить если хотите вот риса очень хороший уксус и ложку хорошего соевого соуса заправка и последний штрих это зеленый лук все друзья перемешиваем это ароматное блюдо и и теперь самый трудный этап друзья этому блюду надо дать настояться хотя бы три-четыре часа идеально вообще это делать вечера и убрать холодильник на ночь на следующий день день на ужин или к обеду его доставать чем больше будет стоять тем вкуснее все это будет становиться так что и пока сейчас обратно смотрите выкладывают это дело красоту всю эту тарелку вы хочется попробовать но найдите в себе силы потерпите так попробовать принципе можно может быть надо добавить соли кому-то покажется может быть кому-то кислоты добавить смотрите на нас вот вкус уже регулируете все это дело также ну все сейчас пробовать не буду оставлю пусть постоит хотя бы часика 4 чтобы уже более-менее попробовать раскрывшийся вкус а то вдруг невкусно и потом закидайте меня что-то камнями в комментариях но все-таки ждем еще пару часов и я попробую расскажу как это на что друзья хе и щуки немного настоялась пару часов постоял мало то конечно попробовать уже можно чтобы понять примерно вкус берем овощички пробуем я овощи просто превосходно ковочка 3 . все хрустит возьмем рыбку овощички обмахнем все это вот в вкусное пряное масло и вот теперь попробуем все вместе ну что для музыка поэтому по этому блюду это обалденно вкусная штука это немного острая немного кисленькая рыбка мягкая она обварилась у нас внутри она практически сырая но тоже за счет того что мы вдали масло вкус рыбы меняется консистенция меняется и это напитывается все дело смесь его с овощей друзья это класс стоит попробовать если вы не любите сырую рыбу не думают этот вариант вообще зайдет на ура потому что тут рыба как бы она не совсем сырая ну хотя сырая как-то вот так она где это очень вкусно единицы недостаток то что щука конечно костялое но это ничего страшного маленько косточки убрать не проблема все будет хорошо такое буду друзья украсть и сто процентов любой праздничный стол и я уверен вашим гостям вашим гостям она зайдет на ура ну все на этом я пожалуй наканчиваю это видео сейчас рыбку беру опять палочку и пускай ночью настраивается хотя бы сутки тогда будет еще лучше но я с вами на этом прощаюсь всем друзья там было интересно и полезно это видео надеюсь поставите пальцы вверх мне интересно бесполезно поставьте пальцы вниз огромное всем спасибо кто пишет свои комментарии друзья но если кто-то не подписался на канал подписывайтесь нажимайте колокольчик и будет получать уведомления моих новых видео следующее видео тоже будет и щуки но уже из щучьего фарша будет вкусно и интересно и точно необычно все друзья всем спасибо и всем пока